МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, Дмитрий. С какого уровня ресурсов, с каких бизнес-идей и стратегий начинался Ваш бизнес? Мы уделили достаточно много времени тому, что занимались трейдингом. Долгий промежуток времени. Идея создания конкретно этого предприятия заключалась в том, что имеющийся опыт работы в трейдинге, видя, какая есть проблематика самого трейдинга, доведения именно стальных закатовок, стальной продукции до конечного потребителя для передельных предприятий, мы пошли тем путем, что начали искать решение этой проблематики. Складских отгрузок, оперативности доставок, объемов хранения. В конце концов, финансовые инструменты, которые нужны при решении вопроса поставки или обеспечения какого-то предприятия или какого-то объекта необходимыми металлоизделиями, металлоконструкциями. То есть старт самой идеи заключался в том, чтобы решить проблемные места существующего рынка. А почему вы решили развивать собственное производство? На самом деле, знаете как, это больше было вынужденной мерой. То есть мы видели, что нам необходима трансформация. Рынок металлотрейдинга очень агрессивный, очень конкурентный и очень профессиональный. То есть действительно, здесь профессионалы работают. Это большие компании региональных, очень много компаний. И у нас был вопрос, как в этой массе найти свою нишу. То есть мы начали развивать именно производственное направление, что было логичным. То есть мы на тот момент уже умели продавать, мы умели реализовывать продукт. Но мы его стали подменять продукцией собственного производства. И делали большой акцент на качество выпускаемого продукта и сроки выпускаемого продукта. Этот критерий, это такое кредо компании было, только качественный товар. Из этого, собственно, производство. Была долгосрочная стратегия производства, пятилетняя. Она уже закончилась буквально в этом году. Институционный цикл под этим будет подложен. У вас такие горизонты планирования? Да, конечно. Мы на три года вперед на сегодняшний день имеем уже план развития. Осваиваем еще одну дополнительную площадку. Оснащаем ее. Через три года планируем расширяться дальше. Наши потребители на сегодняшний день представляют различные абсолютно отрасли, различные регионы. На данном предприятии мы уже шесть лет работаем. Мы понимаем, что год к году разные отрасли ведут себя по-разному абсолютно. То есть вчера здесь была рыба, сегодня ее уже здесь нет. Нужно искать другую отрасль. Поэтому у нас очень гибкий подход к партнерству, к клиентам. Мы в различные отрасли в зависимости от рыночной конъюнктуры уходим. Какое оборудование вы сегодня используете и как оно завязано в общую производственную цепочку? Производства наименований и разновидностей достаточно много. Рассказывать про него и не видя его нет смысла. Поэтому я предлагаю пройтись и я вам покажу, что это такое. Значит, первое, куда мы попадаем, это, так скажем, начало пути всего производственного процесса. Это склад сырья. Цех сам по себе представляет такую монуструктуру, где все в одном месте. Начиная от захода сырья в цех на железнодорожном транспорте, у нас вагоны непосредственно в цех заходят. Приемка на склады и уже передача, раздача по заднему фронту сырья для переработки. Это старт, начало жизни металла и производственного процесса. Одной из наших основных производственных линий является линия поперечной резки. Данная линия позволяет производить заготовку высокого качества. Мы эту заготовку используем в собственном производстве, собственное потребление у нас этой заготовки. И к ней самые высокие требования. Современные производственные процессы, современные станки требуют заготовку очень высокого уровня. По всем параметрам, по геометрическим, по плоскостным, очень высокие требования на сегодняшний день предъявляются. Эта линия позволяет выпускать заготовку оптимального качества. Мы не гонимся за производительностью на этой линии. То есть да, мы можем ее разогнать в большие объемы, но мы решаем немножко другую задачу. У нас стратегически качество превалирует над объемами. У нас самые высокие требования к товару. У нас ОТК профессиональная, которая с профессиональными знаниями, с профессиональными инструментами может обслуживать эти линии. Дмитрий, у вас с впечатляющими темпами растет объем производства. Это за счет чего? Это у нас в экономике такой рост? Или это перераспределение рынка, и вы предлагаете своим партнерам более выгодные условия? Я считаю, что, во-первых, темпы потребления металла растут. Действительно, металла становится потребляться все больше и больше. У нас развернуто очень, внутри страны развернуто очень много инфраструктурных различных проектов, в которых без металла ты никуда в них не уйдешь. То есть да, этот спрос имеет место быть. Он стабильный, он прогнозируемый. С ним можно работать. Другой вопрос. Рост перераспределения рынка, да, есть бесспорно конкурентная борьба, но в масштабах всего бизнеса, если сказать, то это 10% буквально. Мы работаем стабильно, каждый в своем рынке. Есть какая-то дифферсификация у каждого своя. Стараемся не пересекаться. Вы колоссальные средства инвестируете в развитие производства. Это идет на увеличение мощности уже существующих линий, или это новые возможности, новая продукция. Есть уже направления, которые мы начинаем дублировать единицы оборудования, но превалируют все-таки это новые единицы, новые направления, новые производственные возможности. То есть здесь по ситуации, как, куда ведет нас рынок, мы очень гибко стараемся подстраиваться под требования рынка. Если нужно наращивать и множить какой-то опыт, и есть возможность, куда это делать, безусловно, мы этим займемся. Мы стараемся создать такую производственную единицу, ячейку производственную, которая в любой улей могла бы, так скажем, встроиться и быть полезна. Такая универсальность. Это даже не про универсальность, это про возможности быстро меняться. Производственным единицам оборудования, там, тренд задавать вопрос, насколько быстро оно перевооружается, или меняется инструмент, или еще что-то. Мы как к инструменту, к себе ставим точно такую же задачу. Мы должны уметь быстро перевооружаться, мы должны быстро переходить с продукта на продукт. Соответствует тренду рынка какого-то, спросу на каком-то рынке, потому что рынок, он меняется. Сегодня один регион с инфраструктурными проектами, со знаковыми растет, на следующий год другой. Также отрасли, одна отрасль, там, машиностроение, вагоностроение, горная добыча. И мы готовы перевооружаться, меняться, подстраиваться по требованиям рынка уже. В непосредственной близости возле линии поперечной резки находятся станки, которые работают с листовым металлопрокатом, соответственно, собственного производства. Минимизируем логистические потери, оборудование ставим, так скажем, для работы в кооперации с другим участком, тем самым добиваемся более высокой производительности. Данный участок, комплекс, единица оборудования позволяет сейчас лист превратить в различные формы, используя либо термическую резку, либо механическую штамповку, различные способы, различные методы работы с листовой заготовкой. Например, здесь мы видим координатно-пробивной пресс, он выпускает продукцию для нужд сельского хозяйства, для строителей. Есть достаточно высокий спрос на этот продукт на сегодняшний день, линии загружены, линии работают. В следующем пролете мы видим, если этот комплекс про листовое металлопрокат, то следующий пролет это про штрипцевую заготовку, про ленту. Лента это производная из того же рулона, на базе которой можно автоматизировать выпуск продукции. Она идет в потоке, это непрерывный лист. Она идет под штамповку, под различные механические виды обработки. Новое технологичное оборудование требует и новых компетенций. Вообще, это проблема сегодня всех производителей. Как вы решаете эти проблемы? У вас есть какие-то алгоритмы? Здесь про алгоритмы говорить сложно. Действительно, спрос на специалистов растет, бесспорно растет. Я не могу сказать, что мы испытываем серьезные проблемы в этом направлении. То есть, да, мы ищем постоянно, трудно, но мы находим тот персонал, который нас интересует. Мы ищем как уже состоявшихся профессионалов, так и тех, кто хочет в дальнейшем развиваться, обучаться и расти в производстве. Производственная база Академгородка и производственная база всего Первомайского района позволяет все-таки находить тех специалистов, которые нам нужны, которые могут полезно быть нашему производству. В данный момент мы находимся на производственном участке, где у нас идет освоение новой производственной единицы. Это будет сварочный комплекс, сердцем которого будет являться робот сварочный. Это было очень логическим продолжением. Всех производственных процессов, которые были раньше, мы еще добавляем дополнительно. Отводим примерно два месяца на запуск этого проекта, и это должно быть что-то опять неповторимое, самое лучшее. Это робот сварочный. Фирма-производитель Яскава, Швейцария, Япония. Предназначен для сварки изделий металлоконструкций любой сложности. Его установить в кантователь, соединившись с роботом. Он варит в любом положении. Если он находится на столе, сама деталь, то робот, в принципе, имеет возможность привязаться к детали и обварить шов. В принципе, работа заключается в том, чтобы оператор подключается к системе сварки, к фронеус, к источнику. Дальше задаются параметры толщины металла, и настраиваются все необходимые режимы для сварки. После этого пишется программа операторам, запускается на сварку. То есть программа задана, и он приступает к ее работе. Он может варить там 8 часов, не прекращая. При этом у него отслеживается его нагрев, точки привязки. Все это обслуживается, все это осматривает уже оператор после того, как робот закончил варить. Преимущество данного робота, что он может варить как с одной стороны, так и с другой стороны. Длина трека его составляет 5 метров 800 миллиметров. С учетом того, что у него рука выдвигается на 2,5 метра в одну сторону и в другую, получается шов можно прямолинейный сделать на длине порядка 10 метров. Дмитрий, сегодня мало иметь хорошее высокотехнологичное производство. Сегодня на первые роли выходит грамотное управление бизнесом. Это новый опыт, новые знания. Как вы, вот лично вы, повышаете свои компетенции и компетенции своего коллектива? Наращивание компетенций, изучение чего-то нового, это действительно такая даже где-то уже стала философия. Мы постоянно чему-то обучаемся. У нас, допустим, в данный момент идет проект ФЦК, мы стартанули бережливое производство. Процесс обучения, он непрерывный, во всех смыслах. Он касается абсолютно всех, начиная с меня, заканчивая рядовым производственного участка какого-то. Мы всегда и всех учим. Важный момент, многие учат топов. Мы учим среднее звено производственное, коммерческое. Мы стараемся научить людей новой профессии. Мы выбрали классическую разрядную сетку. В этой разрядной сетке расписали, так скажем, критерии перехода от одного разряда к другому. Это стало базой формирования потенциала производственного в первую очередь. Слава богу, позволяют темпы развития предприятия этих людей дальше расставлять, чтобы у них был действительно потенциальный рост. При этом, при всем, появляется потребность новых специалистов. Конструктора, технологи. Этот отдел полтора года у нас уже существует. Мы его совершенствуем, увеличиваем, привлекаем специалистов. И это, так скажем, помимо всей технологичности, именно мы опираемся на сегодняшний день в большей степени на умственные способности, так скажем, и технологичность людей в большей степени. Более расширяем компетенции в разных областях. Экосреду строим, где есть конструктора, производственники, обслуживание, сбыт, такое монопредприятие во всех смыслах. Мы сегодня прогулялись по цеху, и меня приятно поразила, удивила одна деталь. Начиная от полов, как в каком-то торговом центре, и именно культура производства, она чувствуется, это насколько все четко, ровно. Удивительно, хотя уже такое производство металл, это все тяжелое, это десятки тонн. Но это, тем не менее, там лежит все это по струночке, буквально все выверенное. Порядок начинается с голов, но веди сначала в голове порядок. Мы трепетно относимся к производственным процессам, мы трепетно относимся к условиям труда. Это действительно правда. Мы стараемся своих сотрудников, помимо того, что обучать развивать их профессионально, так скажем, сохранить их работоспособность. Чистота, порядок – это одна из составляющих безопасности, в первую очередь. Вторая составляющая – мы ищем узкие места в производственном процессе. Порядок в инструментах, в механизмах, в единицах оборудования, он крайне важен для стабильного функционирования предприятия. Поэтому мы действительно большой момент уделяем культуре производства, чтобы все было на своих местах. При этом, чтобы люди были оснащены, так скажем, по последним словам техники. Не буду сказать лишним то, что буквально месяц назад мы в виде эксперимента закупили первые четыре экзоскелета. Мы смотрим на разных производственных участках, как это может быть использовано. И если опыт позволит нам убедиться в эффективности, то мы будем множить просто дальше этот опыт. Вообще мы приверженцы автоматизации процессов. То есть мы, да, мы стараемся облегчить труд работников. У нас, несмотря на то, что мы видели, ходили, насколько большие производственные линии, допустим, одну такую линию обслуживает смену всего три человека. Очень хорошая автоматизация процессов на потоке стоит. Ну и плюс логистически также у нас склад и логистика – это точно такой же инструмент, как конструктора, технологи. Мы очень большое внимание уделяем складскому комплексу. Но это как сосуды, по которым все здесь передвигается. Без складского комплекса никуда. И ребята, которые работают, отвечают за своевременность подачи сырья, выгрузки вагонов, отправки готового продукта клиенту. Это профессионал, в том числе, который также постоянно проходит обучение на разных тренингах, мероприятиях. В том же ФЦК принимают активное участие, развиваются вместе с нами. Дмитрий, вот масштабы такого технического перевооружения и развития, роста, в общем-то требуют серьезных финансовых вложений. Как вы привлекаете инвестиции? Какие инструменты используете? На самом деле здесь мысль построения вот этих производственных цепочек, он такой глубинный, скажем так, он строился давно. План был намечен, и мы по этому плану шли. Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте. То есть мы потихоньку идем, идем и движемся к заявленной цели. Она у нас понятна. Мы понимаем, куда мы хотим развиваться на сегодняшний день. Инвестиции берутся из банковских продуктов. Банковские продукты у нас эффективный инструмент. Помимо банковских продуктов мы активно, допустим, используем облигационные займы биржи. Такой опыт для нас был в новинку. Мы его прошли, мы работаем уже третий год. Продолжаем работу, сейчас мы будем увеличивать портфель. Больше количество облигаций выпускается. Видим в этом очень хороший инструмент взаимодействия с рынком. В чем вы еще для себя видите точки роста? Пропагандируем стратегию, одну интересную, очень забытую, которая называется кооперация. Мы активно пытаемся отстроить кооперационные связи и ищем их в различных областях, в различных рынках. Это начиная как от тяжелого машиностроения, сельского машиностроения, горной добычи, так и в самых неожиданных, как с IT рынком. У нас достаточно много интересных запросов. И интеграция вообще, то есть мы ищем постоянно интеграцию металла с чем-то технологичным. Где-то найти вот это решение, дать металлу жизнь именно, чтобы он начал двигаться, чтобы это стало не просто стальная заготовка, это стал уже какой-то рабочий механизм. Мы очень разметвленно смотрим в кооперации с различными рынками, даже не из нашей области. Нас интересует деревообработка, нас интересует пластмасса, нас интересует химия глубокой переработки, где мы можем быть друг другу полезны. Спасибо, Дмитрий Алексеевич, что уделили время УСБК. Спасибо вам, что приехали к нам.